Моё мнение, это то мнение, на которое мне нужно опираться. Расскажу вам и отвечу на вопрос о том, откуда я беру энергию и почему мне хватает энергии, буквально на всё, что меня зажигает, как у меня всё это происходит, все мои процессы. Расскажу про свои изменения на канале. Всем привет, меня зовут Таня, это канал Атмосфера и Счастье. И этот ролик будет про то, как важно не предавать свои мечты, как важно уметь слушать себя и слышать себя и своё сердце. Всё, что я скажу в этом ролике, это мои взгляды на жизнь, это мои убеждения, это моя картина мира. И она может не совпадать с вашей, вы можете не соглашаться с моими словами, и это нормально. Давайте будем давать друг другу возможность быть самими собой. Особенно, когда это происходит абсолютно экологично, особенно, когда это происходит абсолютно позитивно. Каждый человек имеет свою правду. И раньше, например, я никогда не понимала, ну, то есть я думала, что я понимала, но я по-другому понимала эту фразу, что правда у каждого своя. На самом деле, в нашей жизни, действительно, у каждого человека своя правда, которая работает только на него. Вот я могу верить во что-то, для меня это будет правдой, но для вас это может не работать, потому что у вас свои взгляды на жизнь, у вас абсолютно другая жизнь, абсолютно другой какой-то прожитый опыт. Очень важный момент, который я наконец-то для себя поняла, что никто не знает, как лучше для меня. Никто не знает, что лучше для моей души. Никто не знает, что греет мою душу. Никто не знает, что зажигает мое сердце. Никто не знает, что дает мне вдохновение. Я сейчас говорю, у меня, знаете, мурашки просто волнами идут. Я человек очень эмоциональный, хотя в последнее время моя эмоциональность стала поспокойнее. Мне кажется, что раньше у меня какая-то очень быстрая была вот эта энергия, как вода. А сейчас как будто мед, который растекается, потому что я себя именно так ощущаю, что я вот прям очень спокойная стала. Но сейчас не про это. Я хочу сфокусироваться именно на важности того, как важно слышать и слушать свою душу, и свое сердце, и свои искренние желания. Вот как часто вы задаете себе вопрос, и вообще задумывались ли вы когда-нибудь вообще при принятии решений определенных, да, в определенных ситуациях, вы опираетесь на ум или на сердце, либо, например, на чужое мнение. И только сейчас, более или менее полноценно, в свои 36 лет, я наконец-то начала слушать себя, слушать свои истинные желания. А не то, что раньше, хотя я раньше тоже думала. Ну, думать-то мы можем одно, а на самом деле, да, по факту может быть другое. Сейчас я не думаю, что мое мнение важно. Сейчас я это ощущаю, и сейчас я так поступаю. Не слушая других, не слушая мнений других, даже авторитетных для меня людей, не слушая даже мнений родителей. Я опираюсь только на свое мнение. И если я буду принимать какое-то суперважное решение в моей жизни, я иногда не то, что я могу даже не посоветоваться. Или даже если я посоветуюсь, но мне скажут, дадут совет, который не срезонирует со мной, я не прислушаюсь к этому совету. Даже несмотря на то, что этот совет дает, например, мне мой муж, либо моя мама, потому что себя я знаю лучше, потому что я знаю, как мне лучше. И говоря опять-таки про мой канал и про слушание себя, никто, ну, мне кажется, что все мои зрители, конечно же, не могли не заметить изменения на моем канале. Где-то, чтобы вы понимали, лет где-то, наверное, 8 назад я снимала будни молодой мамы, уборка, расхламление, гардероба, чистки, покупки, рецепты, что я готовлю, как я мою посуду. Ну, в общем, на тот момент это было, во-первых, для меня актуально, на тот момент для меня это было интересно, и меня это зажигало. Мне не приходилось себя заставлять выдавливать из себя этот контент. И даже больше скажу, мне самой был интересен такой контент. Сейчас, например, я вообще не смотрю никаких блогов, я практически не смотрю, не то, что практически, я вообще не смотрю никаких блогеров. Если я смотрю на ютубе, это в основном про космос, темы саморазвития, нутрициология, косметология. Очень много слушаю музыки, очень много слушаю концертов. Вот это то, что мне сейчас интересно. А вот мамские всякие разные будни, это мне, блин, это меня не зажигает, это мне действительно неинтересно. У меня этот период и этот этап прошел. И как раз-таки в этот период самый активный рост подписчиков у меня был. Именно в эти где-то два года, два-три года, очень большое количество зрителей на меня подписалось, таких же мам, как я в основном. И, конечно же, когда я начала меняться внутри, и, конечно же, когда ты меняешься внутри, внешне это тоже сразу отражается. И я начала, я отказалась от сахара, от молочки. Я, когда еще и спорт начала показывать, транслировать, когда я еще и петь начала песни. И когда я начала затрагивать эти темы, меня очень сильно начали прям хейтить. И мне было непонятно. Ведь это же классные изменения, как бы я никому ничего плохого не делала. Настолько не принимали мои изменения, и мне не хотелось слушать ни про сахар, ни про что. Вот снимай старый контент, вот какая ты была. Я пару раз пыталась вклинить свои влоги, тренировки, когда я только начинала тренироваться, где-то спустя месяца три-четыре. И меня жестко просто, мне каждый раз писали, Таня, мне вообще неинтересно про спорт. Я всегда проматываю, мне неинтересно. Давай лучше рецепты, давай лучше уборку, понимаете. И я реально начала, я перестала тренировки свои, естественно, показывать. Я перестала про сахар вообще упоминать. Ну то есть я действительно пошла на поводу своих зрителей и начала пилить контент, который они ждут. Снимала влоги, которые зрители ждут. Я признаюсь честно, я боялась, что от меня начнут отписываться. Я боялась, что я вдруг стану какой-то нехорошей для этих зрителей, которые меня раньше любили. Почему я теперь им не нравлюсь? И я буквально себя заставляла, я понимала, что надо. От меня что-то ждут, вот есть ожидания зрителей. А я сейчас эти ожидания не оправдаю. Я буду для них теперь плохой. И действительно, я вот в какой-то момент, я просто офигела от того, что и снимать такой контент теперь я уже не хочу. Уборку, будь не мамой. И показывать свою личную жизнь уже и не хочется. И меня это не зажигает, мне это неинтересно. Меня зажигают абсолютно другие уже вещи. Мне интересны абсолютно другие темы. Не тема уборки, глажки, готовки. Да, она никуда не делась. Но мне неинтересно это показывать. Мне хочется показывать, затрагивать абсолютно другие темы. Мне хочется петь. Мне хочется писать песни. Мне хочется заниматься спортом. Мне хочется мотивировать. И поэтому вот тренировки свои, только спустя полгода тренировок я начала выкладывать потихоньку в своем телеграм-канале. Потому что там было всего полторы-две тысячи подписчиков, и это было безопасно. На канале я снимала также влоги, снимала покупки фикс-прайс, опять-таки понимая, что этого от меня ждет моя аудитория. И этого от меня ожидают. Блин, это самое дурацкое, что может делать человек для себя, принимать решения, опираясь на ожидания других людей. Это самое худшее, что может делать человек для себя, не опираясь на свои желания, а опираясь на ожидания других. Сейчас только я понимаю, что ожидания других, они ко мне никакого отношения не имеют. Если я им перестала нравиться, если я им разонравилась, они просто могут отписаться и уйти, и на их место придут новые зрители. И самое дурацкое в этой ситуации то, что я влоги снимала, а просмотры начали падать, потихоньку падать, падать, потом они упали в полтора раза, потом в два раза. А почему? Да потому что не было этой энергии. Меня эта тема не зажигала. А на самом деле это всегда чувствуется. Может ты это не понимаешь умом, но внутренне все равно это чувствуется. И когда человек без этого вот вдохновения снимает ролики, выкладывает какие-то влоги, да, это неинтересно большому количеству зрителей, поэтому и просмотры так падали. И сейчас вот про этот механизм я еще расскажу, потому что вчера буквально тоже я в телеграм получила комментарий, получила сообщение. И сейчас вот давайте на примере этого комментария, я его сейчас выписала, прочитаю вам. И таких комментариев на самом деле я очень много получаю. Смотрю вас с 2016 года, очень жаль, что стиль канала поменялся. Нравилось смотреть уборку, расхламление, влоги, покупки ленты и так далее. Раньше канал был более живой. Ну, в общем, вот так вот, да. И я сразу ответила, что вообще нет никаких проблем. Отписывайтесь, просто отписывайтесь от меня. Логично, что я снимаю ролики, которые мне интересны, которые мне хочется снимать, которые меня действительно вдохновляют и которых мне не нужно себя заставлять снимать, самое главное. Во-первых, дай, 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 это позиция маленького ребенка. Взрослый человек, он как поступает в такой ситуации? Перестан нравиться человек, это же нормально. Ты отписываешься, тихо уходишь. Так поступают взрослые. Как же я раньше сильно парилась. Вот я на самом деле, я прям за каждого подписчика переживала, что неужели сейчас вот я скажу это, сейчас вот я напишу, отвечу на комментарии как-то не так, без смайлика. И на меня обидится, кто-то другой еще почитает и потом отпишутся, а вдруг два человека отпишутся. Сейчас вот за всю зиму и за вот весну, за весь этот период, чтобы вы понимали, от меня отписалось, мне кажется, по-моему, около тысячи человек. Представляете, тысяча человек встали и ушли. Но что самое крутое, ушли те, кому я не нравилась, кто меня не принимал такой, какая я есть. И пришли на это же место абсолютно другие люди, которые притянулись уже на мою новую энергетику, на меня новую и которым я нравлюсь такая, какая я сейчас. И да, я понимаю, что да, контент изменился, потому что внутри я изменилась. Я очень, я вообще, я не то что изменилась, даже каждый день. Вот я даже вчера ночью лежала, у меня такие осмысления в голове происходили. Я очень люблю думать, очень люблю что-то там, понимать именно про себя, копаться в своей голове. И я вот чувствую по себе и вижу по себе, что я каждый день меняюсь. Не то что там Таня, которая пять лет назад была, я не знаю, я уже просто, я даже не знаю, как я могла думать так, как я думала тогда. Как я могла принимать такие решения, которые я принимала тогда. Опираясь на чужое мнение, я тогда слушала, например, для меня супер авторитетное мнение было мнение дяди. Я постоянно прислушивалась к аудитории, я постоянно слушала, подстраивалась. А вот эти все подстройки, надстройки, чужое мнение, на самом деле это все всегда уводит вас от своего голоса души, от своего собственного мнения, от собственной самоценности, от любви к себе. Я хочу действительно зажигать и я хочу мотивировать, я хочу вдохновлять и вас, моих зрителей, на такие же изменения. Боже мой, как же это классно. Я вот каждый раз, после каждой тренировки, когда есть дома Антон, я всегда вот просто еду, я говорю, Антон, я не понимаю, почему я раньше не занималась. Боже, вот ты столько всего теряешь, это такой кайф. Ты не представляешь, сколько я присела. У меня сегодня, знаешь, там и резинка была, я еще и гантели взяла. В общем, я сейчас про спорт настолько вдохновленно рассказываю, настолько вдохновленно говорю, потому что меня это зажигает. А чем больше вы делаете в своей жизни вещей, которые вас вдохновляют, зажигают, тем больше энергии у вас будет. Песни. Боже мой, как было страшно записывать первый раз, выпускать именно свою авторскую песню. Вы не представляете, насколько это было страшно. Насколько я боялась, опять-таки, критики. Насколько я боялась чужого мнения. Это было три года назад. Когда я придумала эту песню, я прямо так хотела, чтобы скорее уже записали, когда я услышала аранжировку. Меня этот весь процесс невероятно просто зажигал. Опять-таки, это мне дает энергию. И знаете, как раз-таки, откуда во мне энергии? Мне кажется, что у меня на самом деле очень много энергии появляется, потому что я очень много сейчас делаю того, что мне хочется. Очень много сейчас делаю того, что мне нравится. Я ем то, что я хочу. Я пью то, что я хочу. Я занимаюсь спортом, когда я хочу, сколько я хочу. Я снимаю ролики, какие я хочу. Я сейчас невероятно, я не знаю, заметили вы, не заметили, я невероятно просто вдохновлена на шорцы. Меня как поперло. Я понимаю, что если мне это очень сильно хочется, и это классно у меня сейчас получается, это меня зажигает, это дает мне дополнительную энергию. А сейчас еще у меня скоро, кстати, песня выйдет на русском языке. Я ее тоже обязательно, конечно же, буду также на этом канале показывать, и шорцы готовить, и саму песню выложу. Вот на этой энергии очень много всего можно сделать. Можно как раз-таки горы свернуть. Можно очень много классных идей, проектов протолкнуть. Я понимаю, что если мне так сильно хочется петь, если мне так сильно хочется сейчас те же самые шорцы снимать, хотя они мне реально ничего не дают. Сейчас нет на ютубе монетизации, у меня нет там рекламы. Но я думаю, что это временно нет рекламы, потом посмотрим в ближайшем будущем, что будет. Но мне это просто, блин, мне это нравится, мне это по кайфу. Я даже все какие-то дела откладываю. Я просто сижу, даже времени не чувствую за этими шорцами. Мне так нравится монтировать, мне так нравится красивую картинку придумывать, мне так нравится что-то там делать. Сам процесс приносит реальное удовольствие. И потом, когда я еще вижу результат по просмотрам, я вижу, что сейчас активно еще подписываются новые зрители на новую меня, на ту, которую я сейчас, я им понравилась, такая, какая я есть. Это еще сильнее мотивирует, это еще сильнее зажигает. И на самом деле, какое тогда чужое мнение? Девочки, дорогие мои, жизнь проходит настолько быстро. Мне не верится, что у меня уже дети такие большие. Мне не верится, что мне 36 лет. 36 лет! Я в 15, в 20 лет думала, что в 36 женщина это уже тетка старая. Но я действительно, когда я была молодая, мне казалось, что 36 это просто уже очень много. А жизнь ведь так и пролетает. Хочется ли жить, например, вам так, если вы не делаете то, что вам нравится, у вас нелюбимая работа, если вы на работу ходите как на каторгу, и боитесь ее поменять, боитесь что-то изменить в своей жизни, делать то, что вам нравится, говорить то, что вам хочется, а не то, что от вас ожидают. Только постоянно жить, исходя из ожиданий родителей, исходя из ожиданий семьи, окружения, друзей. Так ведь жизнь вся и пролетит, понимаете? В этом и прикол, что в конце пути все мы придем в одну конечную точку, и все мы когда-нибудь попрощаемся с этим миром. Мне так не хочется пожалеть о своей жизни, о том, что я ничего не делала и шла на поводу у других, пытаясь угодить, пытаясь не высовываться. Это будет, мне кажется, очень грустно. Увидела пост Марии Краймбрери. Ты никогда не пройдешь свой путь, если будешь останавливаться и бросать в камень в каждую тявкающую собаку. И вот я вчера прочитала у нее, что она написала вот эту фразу, и у меня вот все эти пазлы сложились. Я думаю, все, Таня, завтра встаешь утром, снимаешь ролик вдохновляющий, классный, и расскажешь про себя, и расскажешь про то, как важно на самом деле не останавливаться на своем пути, про то, как важно идти к своей мечте, про то, как важно начинать слушать себя. В этом ролике, конечно же, каждый услышит то, что услышит. Я это уже давно поняла по комментариям. Когда я снимаю вообще, когда я что-то говорю, каждый понимает по-своему, вот каждый понимает, очень редко кто понимает, именно так, как я имела в виду, именно так, как я чувствую. Потому что каждый пропускает через призму собственного опыта, через прожитый опыт, через какие-то свои наработанные болячки, через свою какую-то историю, фильтрует через себя, пропускает, примеряя как бы как платье, да, мои слова на себя, и понимает абсолютно по-своему каждое мое слово. Я этому капец как удивляюсь на самом деле, насколько мы все разные, насколько мы все, ну, одни и те же какие-то фразы, одни и те же слова, одну и ту же музыку, одну и ту же картину мы воспринимаем по-другому. Почему? Потому что каждый человек уникален, потому что каждый человек индивидуален. И нет, каждый человек неповторим, нет ни одного человека, который похож на вас, у которого точно такие же мысли. Поделюсь своим лайфхаком, как я понимаю, это именно то, что хочет мое сердце, это искреннее мое истинное желание, либо это мое желание от ума, либо это желание, которое я хочу осуществить, потому что я опираюсь на мнение других людей, на мнение окружения, на мнение аудитории и так далее. Рассказываю лайфхак. Если я, например, да, ну вот идея написать песню, записать песню, если эта идея ко мне пришла, я начинаю анализировать. Мне хочется записать песню, потому что я увидела, что кто-то другой написал песню, я хочу так же, как у него. Либо мне эта идея пришла, потому что мне это сказал кто-то из моих родных, что, Тань, хорошо бы написать песню. Либо эта идея пришла мне в голову, потому что мне ум говорит, ой, вот у тебя будет там миллиард скачиваний, И ты станешь миллиардершей. Либо я представляю этот процесс, представляю процесс написания песни, представляю уже какие-то строчки, накидываю. Обычно, когда мне приходит желание написать песню, мне сразу приходят какие-то строчки, я уже потом начинаю думать, ходить напевать. И вот эта песня уже потихонечку сочиняется. Иногда даже не потихонечку, иногда сразу целиком. И вот как раз таки, если я в этом процессе уже окунаюсь в процесс, я чувствую, что поднимается вот эта энергия вдохновения, и меня это зажигает, эта идея. Вот прям все, ты начинаешь гореть, что ты чувствуешь, что тебе прямо сейчас нужно сесть и это сделать. Вот тогда я понимаю, что это истинное желание моей души, это истинное мое желание, не навязанное и не от ума, и не от других людей. И я знаю и верю в то, что если ты чувствуешь свое сердце, слышишь свое сердце, и ты делаешь то, что очень сильно хочет делать твоя душа, это рано или поздно, это обязательно приведет тебя к успеху. Напишите искренне, ответьте себе, можете даже не написать, но искренне себе даже внутренне ответьте. Слушаете ли вы себя? Делаете ли вы то, что вы искренне хотите? Любите ли вы свою работу? Приносит ли она вам радость? Приносит ли результат радость? Приносит ли сам путь радость? Сам весь этот процесс приносит ли она вам радость, вам удовлетворение? И помогает ли она при этом, конечно же, другим людям? О чем вы мечтали в детстве? Были ли у вас какие-то мечты? Не предавали ли вы свои мечты? И слушая других, например, слушая свой ум, потому что у вас это не получится, потому что это невыгодно, потому что, например, пойти туда, заработать, там зарплата выше и так далее. У меня села зарядка, очень долго я с вами сидела, болтала. Я очень рада, что я сняла этот ролик. Мне искренне хочется вдохновить, ну хотя бы одного или двоих или троих человек, попробовать, сделать первый шаг на пути к своей мечте. Если вы чего-то даже очень сильно боялись, даже если вам говорят, что это тупо, глупо, что это не модно, что это не круто, что сейчас так никто не делает, или какие-то еще там разные моменты, я желаю всем быть счастливыми, я желаю всем иметь любимую работу, дело вашей души, чтобы вас зажигало то, чем вы занимаетесь. И чтобы другим это тоже приносило радость, пользу и другими вам. Ну все, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо огромное же за ваше внимание. Вот такой у меня сегодня был ролик. Не могу молчать. Напишите обязательно в комментариях ваши впечатления и вообще ваши мысли. Интересно ли вам было со мной посидеть. Хотя, не знаю, как вам было интересно или нет. Главное, мне было интересно. Я высказалась. А если уж мне хотелось высказаться, значит, кому-то это точно было надо. Кто-то обязательно услышит этот ролик и вдохновится. Я в это опять-таки тоже верю. Пока-пока!